История под сайдингом. Это про здание на Гоголя 41. В советские годы канифольный завод. Сейчас памятник культуры регионального значения. Но культурой здесь и не пахнет. Многие люди, которые ходят мимо таких зданий, как например Гоголя 41, они даже не подозревают, что это здание является памятником архитектуры, потому что оно оббито сайдингом. Проблем как будто нет, но и, извините, нет и самого памятника. По соседству усадьба купца Полякова. Интересно, что ее удалось спасти даже при пожаре 1917 года. Но до нашего времени в хорошем состоянии сохранились два здания усадьбы. Магазин «Красный» и российско-немецкий дом. Все остальное, склады, конюшни, фабрики по производству валенок и шуб заброшено. А ведь все эти дома могут о многом рассказать. В этом здании, где сейчас находится краевой шахматный клуб, раньше был городской военкомат. На стене, на память, призывники, уходившие на фронт, оставляли свои имена, фамилии, годы призыва. В 2008 году часть строений потеряла статус объекта культурного наследия. А ведь здесь могла процветать культурная жизнь Барнаула. Но, видимо, это не про Барнаул. Здесь у нас российский-немецкий дом, здесь национальная культурная автономия немцев Алтая. То есть одно из зданий ей отдано. Да те же самые вечерки, тот же самый шахматный клуб. По большому счету, если эти здания отреставрировать, то почему бы все это не сохранить здесь? В принципе, здесь можно и другие культурные автономии сюда заселить. У нас же есть и другие, то, что называется, диаспоры, которые тоже непонятно где находятся. Почему бы часть помещений не отдать им? А здесь мог быть особняк Купеческий, Гоголя 56. В советское время это был жилой дом. Десять лет назад его снесли. Утраченный памятник архитектуры до сих пор не воссоздан. Здесь, возможно, усматриваются у нас признаки преступления, уничтожения объекта культурного наследия. Поэтому нами направлено заявление в прокуратуру Алтайского края. Мы считаем, конечно, ненормальным, что здание просто отсутствует, а обязательства на него сохранены. Грустная история и с домом на Социалистическом 20. Напомним, все это происходит в историческом центре города. Раньше в этом здании находилась краевая поликлиника. Теперь самому зданию нужна помощь. Кстати, не складывается пазл с этой табличкой. Ведь историки говорят, что дом никогда не был жилым. Здесь интересный момент. Эта табличка вообще должна висеть как раз на здании по адресу Гоголя 56, на том самом утраченном деревянном двухэтажном дореволюционном доме. Получается, это здание снесли и зачем-то табличку сюда повесили? Вот это да, непонятно. Это вопрос к управлению государственной охраной объектов культурного наследия. Вопросы возникают и к управляющим компаниям. Гоголя 76. Первая в Барнауле многоэтажка. В свое время здание даже называли небоскребом. С лицевой стороны еще ничего. Со двора разрушается кирпичная кладка, обвалилась штукатурка. 105 лет зданию, второй век пошел. И, конечно, вот эта старая кладка, она требует бережного отношения. Дом же многоквартирный. И здесь, наверное, надо спрашивать с управляющей компанией, которая отвечает, в принципе, за любой многоквартирный дом и за этот тоже. И даже все эти блеск нищета барнаульской архитектуры вряд ли сохранятся следующим поколением. Будут ли потомки в восторге от застроенных спальных районов и безликих торговых центров – большой вопрос. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.